Добрый вечер, Гомель! И Светлана Князева. А поговорим сегодня о традициях и культурном наследии нашей прекрасной Гомельщины. Мы уверены, что в каждой семье есть свои традиции, обычаи, которые как семейная ценность передаются из поколения в поколение. А именно это песни, вышивки, ремесла и, безусловно, вкуснейшие блюда. Но вопрос нашей сегодняшней программы, а какие традиции хранятся в вашей семье? Друзья, мы работаем в прямом эфире, а посему звоните к нам этим добрым вечером на программу. Я напомню номер нашего телефона 342243. Ну и не забывайте, что наш Вайбер готов также принимать ваши письменные сообщения, вопросы, дополнения, комментарии. В общем, все, что посчитайте нужным, написать нам этим вечером. Напомню его номер, код 33, телефон 3422430. Мы работаем в прямом эфире. Я напомню, что мы в прямом эфире. И периодически вы сможете найти номер телефона на ваших экранах. Там же найдете номер нашего Вайбера, куда сможете отправить ваше послание и нам, и нашим сегодняшним гостям. Говорим мы сегодня о традициях и праздниках, которые живут в каждой белорусской семье, в частности, в семьях нашего региона Прекрасная Гомельщина. Свет, у меня сразу к тебе вопрос. А вот какие традиции существуют у тебя в семье? Ой, Саш, ну ты вопрос задал, так вопрос, на всю программу. Много на самом деле традиций и праздников. На всю программу присаживаемся, общаемся. Да, много праздников, которые мы очень любим. Но одно, конечно, из самых любимых, это Пасха. Мои дети всегда ждут маминых куличей, которые я пеку сама. Несмотря на то, что в магазине у нас очень много всяких вкусняшек. Ну, Пасха, в следующем году обязательно мы затронем эту тему однажды добрым вечером. Ну, безусловно, друзья, одна из главных традиций это то, чтобы в семье был достаток и дом был убережен от различных негативных каких-то факторов, чтобы любая беда обходила дом стороной. Да, это действительно важно. И наши предки еще с древних времен всегда делали специальные обереги, о которых мы сейчас подробнее узнаем. Наши гости... Давай приглашать нашу первую гостю к нам в эфир. Да, учитель обслуживающего труда с школы номер 21 Гомеля Виктория Петровна Липень. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, ждем вас. Здравствуйте. Виктория Петровна, вы знаете, разрешите для начала поздравить вас и всех учителей с наступающим профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать вам не только творческих успехов, но и пускай так же, как и от наших белорусских домов, от наших гомельских домов, любая беда обходит стороной, а все самое лучшее приходит к вам на порог. Спасибо. Конечно, терпение, Виктория Петровна, любому учителю оно пригодится. Виктория Петровна, сразу первый вопрос, так что же такое куклы обереги, коль мы уже сегодня решили об этом поговорить? Ну, куклы, если я скажу слово куклы, да, промышленность выпускает куклы, с которыми дети играют. Рукодельницы делают текстильные куклы, интерьерные куклы, которые украшают интерьер. Ну, а у наших предков, славян, куклы были оберегами, они призваны были оберегать, охранять дом от болезней, от нечистой силы, от злых духов. Их так и звали оберег или обережные куклы. Люди верили в это, что они действительно оберегают? Действительно верили, куклы сопровождали человека всю жизнь, ребёночек ещё не родился, а мама уже спеленает и кладёт в люльку. Люлька должна была согревать, кукла должна была согревать эту кровать, люльку, когда ребёнок появлялся, кукла оставалась там. И мама, качая колыбель, говорила, сонница-бессонница, играй с куклой, не с моим ребёночком, а с этой куклой. Если куда-то уходил кто-то в дальний путь дорогу, давали с собой куклу-подорожницу, чтобы она оберегала в пути. То есть они какие-то разные? Они разные. Ну, тоже можно много говорить, но считалось, чем больше кукол в семье, тем лучше. Скажите, а вот если есть такая информация достоверная, сколько же лет этой традиции? Когда появились первые куклы обереги? Ну, вообще, я читала такую информацию, что около пяти тысяч лет назад. Вначале, вначале это были ритуальные куклы, то есть приносили в жертву кукол. Потом стали делать кукол из тряпок, золы. И куклы стали обереговые, стали оберегать. Считалось, что нужно делать эту куклу из одежды предков. И лучше брать одежду от здоровых, успешных людей, чтобы она несла свою функцию оберегать и помогать. Столько премудрости, слушайте. Знаете, Виктория Петровна, я так обращаю внимание, что все эти куклы обереги, у них личико белая ткань, нет лица на нем. Почему так? Я предлагаю, я заметил, что Виктория вместе с нашими режиссерами подготовила своеобразный музей. Давайте вы проведете нас в ваш музей, который подготовили из кукол оберегов. И мы не только расскажем, но и покажем и нам, и нашим зрителям. Давайте. Куклы вообще безликие, да, эти куклы? Потому что считалось, если нарисовать им лицо, то злой дух может вселиться, она как бы одушевленная становится. Поэтому куклы и безликие, чтобы нельзя навести было порчу или сглаз. И когда мастерица делала эту куклу, да, если нарисовать ей глазки, она невольно, ну пусть она не художница, но она повторит цвет глаз кого-то, какого-то человека. И тем самым невольно могла нанести вред этому человеку. Кстати, да, авторские куклы не один раз наблюдала, что действительно похоже даже на хозяйку в чем-то. Вот, черты лица. Скажите, вот еще такой вопрос. Все ли имели право взяться за изготовление вот этой вот куклы, которая потом в дальнейшем несла такой, ну я бы даже сказал, мистический смысл? Или все-таки были специально обученные люди в то время? Считалось, что куклу должна делать женщина. То есть мужчина при этом присутствовать не должен был. И первую свою куклу девочка делала в 12-13 лет. По мастерству изготовления куклы уже можно было судить, готова ли девушка к замужеству. Даже так? Да. И самые удачные куклы девочка складывала себе в сундук, там, где хранилось ее будущее преданное. А еще, вот вы же начали немножко говорить, из чего делали кукол? Ткани какие-то специальные? Ткани брали натуральные, брали, делали из лоскутков. В основном это была одежда родственников. Ну, желательно, да, успешных, здоровых. Для того, чтобы она выполняла свою функцию. Вот, вы знаете, я немножко тоже подготовился к этой программе и к этому разговору. Просмотрел, кто же такие эти куклы-обереги. Вы знаете, обратите, заметил одну особенность. Почему-то все куколки, все эти фигурки женского рода, мужской части оберегов, я по большому счету не нашел. Объясните, расскажите, почему и про так ли это? Ну, дело в том, что сейчас чем люди заняты? Ну, много разных занятий. Раньше жизнь наших предков была подчинена календарному циклу, правильно? Посадили урожай, собрали, сберегли праздником календарным. Да, и в основном эти куклы и были сделаны к этим праздникам. Вот, допустим, давайте посмотрим. Спиридон солнцеворот, да? Все-таки сильная половина человечества тоже присутствует. Есть, я подводила к ответу, да? Значит, делался в день зимнего солнцестояния, когда день становился больше, пребывал. И, то есть, в руках у него колесо, да, колесо удачи, фортуны, и можно было повернуть свою жизнь в сторону удачи. Также этого Спиридона делали... Пускай расположится удобно у меня на сценарии. Какой хитрец. Да. Делали в трудной жизненной ситуации, и в основном жена дарила мужу, и можно было спросить совет у него, поговорить с ним. Поэтому, если кукла какая-то, не только эта, любая, не справлялась со своей функцией, допустим, вот, перестала выполнять то, для чего ее сделали, ее могли поругать и пригрозить даже выставить за дверь. То есть, кукла могла все понять? Ну, считалось, что да. Так, Виктория Петровна, можно все-таки эти куклы можно было и дарить, не только для себя делать, но и в подарок кому-то, да? Если этот подарок дарится с чистой душой, с чистыми помыслами, точно как она и делается, да? Почему и нет? Вопрос, который, наверное, интересует всех, кто включился к нам на программу, присоединился к нашему эфиру. Друзья, напомню, мы работаем в прямом эфире, так что звоните, задавайте ваши вопросы. Насколько сегодня, в 21 веке, эти куклы, эта традиция, наша белорусская, сохранила свое аутентичное значение, свое изначальное предназначение? Ну, я думаю, что и передача наша тема, подтверждение тому, что она сохранилась. Вот расскажу даже историю небольшую. Мы летом отдыхали с семьей под Минском в санатории «Белорусечка». Там отдыхало очень много гостей, не только наших белорусов, и гостей и из дальнего, и ближнего зарубежья. Очень интересовались, очень с большим удовольствием принимали участие в мастер-классах, и кто не мог сделать, приобретали с большим удовольствием. Вот еще две осталось. Они чем-то отличаются? Для чего они предназначены? Ну, если рассказывать, то даже часа не хватит. Еще есть гости. Ну, я так вкратце, да? Вот, значит, это кукла-метлушка. Где ее метла? А, вот она где. Та метла, которую, ну, из которой сейчас изготавливают, да, метлы, не было того материала, какой раньше был, какая метла. Набрали веточек, связали в пучок, вот и подметай себе. Вот тебе метла. Да, вот и метла. В диркачем это нельзя было, наверное, назвать, потому что она жесткая. Ну, как-то, наверное, да. Вот. Вот эта кукла-метлушка была предназначена для чего? Если хозяйка дома видела, что в доме что-то не ладится, либо болеть начали, то есть какой-то негатив поселился, она делала такую метлушку-куклу. Так как она хотела убрать негатив из дома, то делалась эта кукла на убывающей луне, то есть чтобы убрать все это. И по спирали, вот как движение нашей Вселенной, да, значит, в комнате начинала выметать на центр комнаты весь предполагаемый мусор, и там что-то собиралось, носовок, на бумажку, а потом выбрасывала, либо сжигала. Также считалось, что этой куклой можно хворь с больного сместить, то есть можно было вымести метлушкой. Есть-то котик. Ну, да. А вот эта кукла, вот. Там что-то травки, и она еще и пахнет, как здорово травами. Ну, хты. Ну, это как бы прототип, или как это можно назвать, современной ароматерапии. Называется она кубышка-травница. Оно само за себя говорит, кубышка-травница, то есть в составе трава. В этой кукле мята. Мои любимые трава. Вот. Можете нюхать. Я предлагаю, Спиридон, в конце эфира мы с тобой еще увидимся. Располагайся, пожалуйста, здесь у нас... Давайте поаплодируем, друзья, Спиридону. Все-таки столько важных дел делают все эти куклы. Вот, если честно, до сегодняшнего момента я не знал. Виктория Петровна, знаете, что я хочу предложить? Все-таки не только с уже готовыми куколками, а еще с материалом вы пришли сюда. И я, если правильно понимаю, то в конце эфира здесь сегодня у нас появится еще одна новая куколка. Мы тогда не будем вам мешать. Приступайте к этому увлекательному занятию. Мы периодически одним глазком будем посмотреть, что же вы делаете. Удачи вам и творчества. Спасибо. Ну, а наш эфир совсем скоро продолжится. О традициях и праздниках Гомельщина говорим мы сегодня этим прекрасным вечером. Дальше речь пойдет о льняных традициях Гомельщина. Не переключайтесь. Беларусь нередко называют синекой. Но не только эти синеки озера создают это самое очарование. А еще и наши прекрасные регионы. Например, великолепная и красивейшая Кармянщина. Дело в том, что именно там летом зацветает целое море льна. И, кстати, если вы помните, то современный герб Беларуси украшен именно голубыми цветками льна. Совершенно верно. Так вот, на белорусской земле лен возделывают с древних времен. А уже из волокон этого самого льна изготавливают полотно, из которого, в свою очередь, шьют одежду. Также какие-то предметы быта и интерьера. Ну, а в старину, вот как мы уже смогли убедиться, изготавливали даже игрушки. Игрушки-обереги и игрушки для детей. Ну, и, конечно же, из семян льна изготавливают вкуснейший хлеб и варят очень вкусные кисели. И сегодня в нашей программе мы тоже будем мастерить изо льна сувениры. Будем пробовать вкуснейшее блюдо из ольняного семени кармянских хозяюшек. А также будем любоваться нарядами, которые своими руками шьют мастерицы из кормы. Ну что, по-моему, пора приглашать нашу следующую гостью. Друзья, с огромным, при великим удовольствии мы спешим пригласить к нам в студию нашу гостью. Учительница русского языка и литературы, средняя школа номер один городского поселка Карма, Ирина Головнёва. Сегодня у нас в эфир. Здравствуйте, Ирина. Рады вас видеть. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, Александр. Вас тоже мы поздравляем с наступающим праздником. Спасибо большое. Саша, я предлагаю, пока мы с Ириной все-таки не начали разговор, принять наш телефонный звонок, чтобы не доставлять долго ждать. Вы пока перетохните, переведите дух. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире, говорите. Добрый вечер, Гомель. Давайте с вами знакомиться. Я хочу рассказать о традиции у меня с подругой. Ой, скажите, пожалуйста, как вас зовут? На три года я ей подарила яблоко, которое мы привезли из Башкиры, из эвакуации. И вот уже 68 яблок я буду ей дарить 7 ноября. Ух ты! Традиция? Традиция, конечно. А яблоки-то какие? Яблоки независимые. Тогда было больше килограмма яблока, а сейчас какие есть. А сорт какой уже определились? Может быть, Антоновка? Разная. Подруга любит Антоновку. Отлично. Мы с вами так и не познакомились. Как вас зовут? Расскажите, пожалуйста. Меня зовут Любовна Теевна, подруга Галина Игоревна. Она живет в Гомеле. Спасибо вам огромное за ваш звонок. Спасибо, что этот добрый вечер проводите вместе с нами. Оставайтесь на телеканале Беларусь-4. Впереди еще много интересного. Ирина, позвольте же вас поздравить с предстоящим днем учителя. Спасибо огромное. Ну и столько много красоты вы с собой привезли. Мы видим, что представлено здесь. Я пока рассматриваю. А тебе, Светлана, как девочке, наверное, интересно узнать все тонкости и детали этих нарядов. Да, наряды найдет. Мне вот интересно в первую очередь знать, почему именно лен выбрали для своей работы у вашей. Светлана, на самом деле было много причин и много факторов, которые повлияли на наш выбор. Но я, пожалуй, остановлюсь на самых важных из них. Во-первых, Кармянщина является районом Гомельской области, как это всем известно. И на более выгодном положении у нас считается развитие перспективной льняной промышленности, льняной отрасли. Это не случайно. Свой завод, это, конечно, не шуточки. Да, это не случайно. Ведь городообразующим предприятием у нас является Кармянский льнозавод. К слову, основанный еще в далеком 1932 году. Кстати, хочу сказать, что недавно мы там были в командировке, видели ваш льнозавод и проехались по улицам города и даже прогулялись. Вот так вот. Если мы прибегнем еще и к помощи несложных математических вычислений, то можем подсчитать, что именно в этом году наше предприятие праздновало свой 85-летний юбилей. Поздравляем. Это достойно аплодисментов. Во-вторых, нужно еще сказать, как было уже вами сказано ранее, льня является концептуальным элементом в культуре Беларуси. Это всем известно. И поэтому Кармянщина активно включилась в развитие собственного бренда. Именно в этом направлении. Но вернемся же к коллекции, которая я уже вижу, что уникальна, эксклюзивна по сути своей. Ну, я так понимаю, что каждое платье, оно шито в единственном экземпляре изготовленного. Да, это эксклюзив. И не только, Ирина, для взрослых, но и детские есть варианты, да? Да, действительно. Расскажите мне. На самом деле коллекция реализована в четырех... А что это вообще? Это для каких целей шилась? Это конкурс, это... Да, и так, сейчас я все подробно расскажу. На самом деле вдохновение может не зайти на каждого человека, но у нас здесь было все более продумано, скажем так. Дело в том, что в учреждениях образования Кармянского района уже четвертый год реализуется использование оригинального компонента в образовательном процессе. А в этом году, в связи с тем, что у нас идет подготовка к фестивалю «Льняная карусель», еще в проект включена была система дополнительного образования детей и молодежи. И в учреждениях образования был объявлен конкурс по пошиву «Одежда из льна». Здесь включились и дети, и учителя обслуживающего труда, и просто творческие развитые личности. То есть это плод совместных усилий. Да, совместных творческих усилий. И в самой коллекции реализованы четыре линии. Это и современная одежда, и детская одежда, и бытовая одежда, и стилизованная. А здесь у нас в студии сегодня представлено две линии. То есть это детская одежда и современная одежда. Как вы видите, мне подробнее про коллекцию рассказать? Да, конечно, конечно. Такой эксклюзив впервые у нас в студии. Да, действительно. Значит, вся коллекция выдержана в актуальном на сегодняшний день эко-стиле. Вы же знаете, и свадьбы, и тортики в этом стиле тоже пекутся. Что у нас не было какой-то такой особой концепции, не было ограничения фантазии, так как конкурс проводится первый раз. То есть ничем фантазию детей и педагогов не ограничивали. Было только одно обязательное условие, чтобы одежда была пошита из льняных тканей, и чтобы была использована орнаментальная символика. Если мы будем подробно рассматривать модели платьев, то можно сказать, что детская одежда, она, конечно, как вы видите, более яркая. Очень красиво, яркая. Да, более яркая. Здесь использованы и растительные узоры символики в сочетании с геометрической символикой. Ирина, можно небольшое дополнение? Все это, конечно, хорошо и прекрасно, но я хочу от лица всей мужской половины Гомельской области сделать небольшое дополнение. В следующий раз, когда мы вас пригласим, будьте добры, включите в эту коллекцию еще и мужскую одежду. Я думаю, мужчины, парни, мальчики, все пацаны вам будут просто благодарны. Я думаю, это будет следующий шаг в развитии. Давайте послушаем у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Алло. Мы на эфире. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер вам. Алло. Это здравствуйте. Вы в ней или как? Да, мы вас слышим. Мы вас слышим. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Анжелика Викторовна Зажевская. Анжелика Викторовна, здравствуйте. С чем к нам пожаловали, рассказывайте. Какие традиции у вас в семье? Да какие традиции? Я свою родственницу вижу по телевизору. Вы представляете, для Виктории Петровны... Ой, это кто? Ирина? Ирина ваша родственница. Какая радость, если я ее поздравлю. Поздравляйте. Что она вообще умеет делать своими руками? Нет. Я с ней, кажется, ну, с детства. Поздравляйте. Поздравляйте. Я даже, вот, я смотрю ее руки, для меня это шок. Вы про Викторию сейчас говорите, Петровна. Да, 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 да. Это Виктория Петровна, гость нашего сегодняшнего эфира. Ну что ж, поздравляйте. Даем вам на это небольшое количество времени. Виктория Петровна вас слышит. Петровна? Говорите, говорите, пожалуйста, мы вас слышим. Вы меня слышите, дорогая? Слышит, слышит, говорите. А можно мне включить свой телевизор, нет? Спасибо вам большое за ваш звоночек. К сожалению, рамки нашего эфира не позволяют вам дать немножко больше времени, но я думаю, что нашим редакторам по телефону... Понимаем, что хотела поздравить с наступающим праздником профессиональным Виктория Петровна вас сестра, так что принимайте, я от нее поздравляю. Сетя, наверное, с двумя праздниками. А какой у вас еще праздник? День рождения. День рождения? Сегодня? Нет, на День Учителя. А, короче. Ух ты, так у вас даже двойной праздник. Ну что ж. Мы вас тоже поздравляем. И за мне тоже хорошая традиция. Ну давайте все-таки вернемся к коллекции. Ирина, есть такие модели, я смотрю, ну там вообще что-то мега-супер-современное. Я рада, что вы обратили внимание. На самом деле, это работа моей коллеги по цеху, скажем так, так это тоже учительница из первой школы городского поселка Корма. Талантливейшего человека, Усик Людмила Алексеевна, хотелось бы отпетить. Посмотрите, на самом деле сейчас редко встретишь, ну скажем, мастера, который может пошить в футуристическом стиле одежду. Вот это модернистское направление. Как вы видите, оно олицетворяет собой энергию, дерзость, риск, скорость. И вот эти асимметричные края, она вложила сюда всю душу. И аксессуары тоже изготавливали мастера сами. Да, даже цветы по характерной ткани. И такие яркие, дельские, синие цветы. Скажите, как часто эта коллекция представляется, и где можно будет ее увидеть, скажем так, в рамках мероприятий а-ля «Неделя высокой моды» или на каких подиумах можно... Мы были бы очень счастливы, если бы в рамках «Недели высокой моды» наша коллекция тоже появилась, но будем более приземленными и скажем, что полностью коллекцию можно будет увидеть в рамках фестиваля «Льняная карусель», который состоится в ближайшую субботу у нас в корме. Так что милости просим всех присутствовать. Спасибо огромное. Спасибо, Ирина. Ирина, хочу, знаете, спросить. Ведь все-таки, чтобы сделать такую красоту, нужны определенные условия. Я так понимаю, они у вас созданы, условия для занятия шитьем? Я уже сказала, что на базе учреждения образования это проходило, то, естественно, как раз в этом году, к новому учебному году, были оборудованы классы трудового обучения новыми швейными машинами и различными всеми этими тонкостями, которые нужны для швейного дела. Замечательно. В общем, творить не хочу, да? Можно делать... Раскрыть полностью свои таланты, свой потенциал и проявить себя. Именно так. Спасибо вам огромное за эту коллекцию. Мы попросим вас, проходите в нашу диванную зону. С вами разговор мы продолжим немножко позже. Ну, а мы будем готовиться встречать... Следующую гостью. Следующую гостью. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру. Мы работаем для вас этим добрым вечером. Тема у нас достаточно интересная и обширная. Хватило бы лишь времени для ее освещения, традиций и праздники, которые хранятся у вас в семье. Присоединяйтесь к нам и к нашему вайберу. Ну, а мы готовы представить вам наш следующий гость. Следующий гость с огромным удовольствием. Это еще один линяных дел мастер, методист по народному творчеству Кармянского центра культуры и досуга, руководитель любительского объединения Скорбонка Екатерина Якутович. Встречаем вас бурными аплодисментами. Здравствуйте. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, Александр. Светлана. Добрый вечер, Екатерина Николаевна. Как добрались, как доехали? Доехали, очень хорошо, спасибо. Тебе встретили, нам очень понравилось. Я просто, вот у меня огромное количество вопросов. Что это за красота? Расскажите. Ну, как известно, лен применяется не только в легкой и пищевой промышленности, в медицине, но он нашел еще свое применение в творчестве. И ярким примером служит вот эта выставка, которую я сделала своими руками. Саша, ты представляешь, своими руками такую красоту. Друзья, ты достойна бурных и продолжительных аплодисментов. Спасибо вам большое. Послушайте, вот у меня вопрос. А вы в каком возрасте решили, вот впервые взяли лен в руки для того, чтобы начать творить вот такие вот чудеса? Вы знаете, я свое творчество начинала совсем с других видов творчества. То есть с бисероплетения, с соломоплетением, занималась немножко кожей. А архитреон я заняла совсем недавно. Совсем недавно? Уже успели столько всего сделать? Это не вся моя коллекция. Это лишь ее малая часть. Это ее лишь малая часть, которую мы смогли сегодня только привезти, вот к вам показать. Но скажите, это от кого-то передалось? От бабушки, от прабабушки, от мамы? Нет, это просто своя фантазия и какие-то идеи из соцсетей. Я понял. Но смотрите, это свое мастерство вы же не собираетесь хранить, только вот я это одна умею делать и все. Нет, 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 конечно, нет. Передаете кому-то из учеников? Я передаю. У меня есть кружок, кармянская оскорбонка называется, по рукоделию, где занимаются детки. Я с удовольствием передаю свои умения. И что же вы с ними делаете? С детками-то? Ой, вы знаете, в основном у нас идут на ура игрушки, которые дети сами для себя и делают. Вот смотрите, какие прекрасные работы. Какой прекрасный кот. Усатый кот. Усатые коты. Получается очень много интересных детских поделок. Они с удовольствием делают их, они дарят кому-то. Ну вот смотрите, сегодня мы уже с начала нашего эфира начали изготавливать куколку-оберег для всех наших зрителей, чтобы охраняла все зрители. Доброго вечера. Вот эти вот лапти с денюжкой, это... Поподробнее, пожалуйста, расскажите, что это. Денюжки, Саша, заинтересовали в лаптях. Я думаю, денюжки в лаптях не только меня заинтересовали. Это такой талисманчик на удачу. Вот это талисманы на удачу. Не рассказывайте, а то он сейчас опять попросит себе. И, пользуясь случаем, я хочу вам подарить... Все в дом, все в дом. Я хочу подарить не лаптики, а вам хочу вручить вот такие бутоньерочки. Ух ты, Аня. Это символ нашего предстоящего праздника. И вот с этими бутоньерочками мы рады будем видеть вас у нас на празднике. Это должно происходить под бурные аплодисменты, друзья. Спасибо большое. Сколько насчитывает ваша коллекция и где располагается ваш музей? Ну, как вам сказать, музей как такового нет. Это все стоит у нас в рабочем кабинете. Все заставлено коробками. Но когда у нас проходят выставки, мы это все показываем на сузрители, выносим на своей выставочной площадке. За рамки кормы такую красоту показывали? Да что ж мы давай, около выставки остановились. Давайте присядем в нашу студию, в нашу диванную зону и там продолжим разговор. А вы пока что рассказываете, где же можно увидеть кроме как в корме? Как часто вы путешествуете и перевозите эту выставку? Ну, можно сказать, мы участвуем во всех районных выставках, во всех областных выставках, куда нас приглашают. Практически побывали во всех районных городах нашей области, на праздниках Дожинки, еще бываем на республиканских праздниках. А вот совсем недавно мне довелось побывать в итальянских городах. Ух ты! Добрались в таблетки! Это только начало. Вы знаете, я недаром предложил вам переместиться в эту часть студии. Я вижу, у вас там есть заготовки. И я хотел бы вас попросить и нам показать, и нашим телезрителям рассказать, провести небольшой мастер-класс. Как же происходит это сотворение чудес из льна? Что для этого нужно? Качественный материал или все-таки золотые руки тоже необходимы? Да, здесь нужны, как бы я не хочу сказать, золотые руки. Золотые-золотые. Здесь может каждый сделать. А можно мне что-нибудь тоже попробовать, Екатерина Николаевна? Пожалуйста. Какую такую работу? Несложно. Мы сегодня будем изготавливать вот такой цветок из мешковины. Красота. Он делается очень несложно, поэтому я думаю, что у вас все получится. Покажите, как. С чего начинать. Берем вот такие заготовочки. То есть полосочки длиной, ну приблизительно, длина зависит от пышности цветка. А можно мне вторую? Я буду за вами повторять, да? Вы будете делать? А вот вторую уже как бы я заготовила, потому что так как уже у нас программа не позволяет. А, хорошо, да, делайте тогда. Значит, вот с этого кусочка мы будем продольные нити вытаскивать. Вот. Вытаскивать продольные нити, освобождать нашу серединку. Ага, вот такого плана, как вот у вас дорожки есть. Да, 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 да. Пока еще нужна одна. Вот они так вытаскиваются. Конечно. Конечно, эта работа очень крупотливая. Вот, вы знаете, я хочу предложить этим заняться долгими зимними вечерами. Накануне новогодних праздников будут очень хорошие подарки. Но нам нужны две ниточки будет. Так, и что же дальше делаю с ниточками? Так, дальше с ниточками. Давайте представим, что мы уже все вытащили. Вот, значит, мы серединочку всю эту вытащили. Получается вот такая вот заготовочка. Значит, вот эти края мы прикладываем друг к другу. Равняем, да? Равняем. Так. Сейчас мы сворачиваем трубочку. Я думаю, это несложно. И любая женщина, любая девочка, хозяйка, и даже мальчики могут делать. Сворачиваем в трубочку. Немножко так под наклоном, чтобы... Да, оно само ложится ткань очень практично. То есть могут получиться и розочки, и орхидейки, и какие-то неведомые цветы. На что хватит фантазии, да? Цветков можно делать. Несменное количество их. Очень много. Ну вот, в частности, розочки. Вот видите, какая у нас получилась розочка. Очень красиво. Друзья, это достойно бурных аплодисментов. Вот уже и стебелек появился. Да, и стебелек получился. Здесь связываем ниточкой. Для декора... Да, пожалуйста. Для декора можно использовать еще бусинки. Так. Бусинки можно использовать полубусинки, можно использовать пуговички. Но вот на примере нашей льняной коллекции одежды я заметил, что и леночью красят. Поэтому цветы тоже можно окрасить в какой понравится цвет. Совершенно верно. Вот немножечко мы его даем. Действительно, очень быстро и красиво. Спасибо. Великолепно. Спасибо, Мадонна, за этот мастер-класс. Спасибо. Ну что ж, Екатерина Николаевна, хочется нам пообщаться еще с одной гостью. Есть у нас из кормы замечательный еще один человечек. Можно я ее приглашу? Да. Это главная хозяйка любительского объединения. И хозяюшка Боровобудского сельского Дома культуры Татьяна Тимошенко. Давайте ее встречать. Татьяна Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. Татьяна, это все мне? Да, это все вам. Александра, не лопнете ли вы? Девочки, можно я за стол, а вы за мной? А мы следуем. Татьяна Анатольевна, не отстаем. Вот хотел же отмазаться. Хотел же. Татьяна Анатольевна, скажите. Пускай девочки разговаривают. А мальчики взять не получилось. Это красота, это тоже все с сольном связано. Это все из льняной муки. Видите, как она темненькая? Да. Они называются льняно-прияно-медовые печенюшки у меня. Я чувствую, какой аромат идет, Саш, ты чувствуешь? Я уже чувствую, да. Хотите попробовать? А еще у меня есть для вас сердце-лечебный кисель. Неужели это кисель? Да. Это тот, о котором все... Тоже из льня. Это тот, про который я... Вы знаете, если честно, когда... В начале большая передача вы о него говорили. Саша, пробуй. Я думал, что это миф. Оказывается... Это не миф, попробуйте. Очень вкусные. Ну? Это точно кисель, да? Он боится, наверное. Нет, все-таки пробует. Вкусные. Настоящая изоляная кисель. А тягучесть что дает? Прямо семень? Как он изготавливается? Семя дает, да. Семя. Красно, да. Варится три минуточки, закипятили, добавили фруктового чего-нибудь, варенья или джема какого-нибудь. Сахар не используем. Или мед. Очень вкусно. Он же полезный какой-нибудь. Полностью натур-продукт. Да. Давайте послушаем. Сердцепитательный. Телефонный звоночек подсказывают прямо из кормы. Алло, здравствуйте. Вы на телевизоре что вы слышите? Алло, здравствуйте. Ой, мы вас только включили. Вы начните сначала. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Добрый вечер вам. Представьтесь, пожалуйста. Мы вас слышим. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Светлана Николаевна. Я являюсь начальником отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи кармянского райисполкового. Светлана Николаевна решила поддержать своих девочек, умелиц и красавиц. Эти аплодисменты вам, Светлана Николаевна. С чем позвонили вы нам? Я хочу... Говорите. Я хочу просто... Я хочу своих коллегам сказать еще раз огромное спасибо за их творчество. За то, что они у меня такие талантливые. За то, что они у меня есть на самом деле. Я ими горжусь. И... Светлана Николаевна, праздник, на праздник к себе приглашайте. Главный идеолог района. Да, вот идут отголоски, поэтому плохо слышно. Отдельное спасибо. Спасибо я хочу сказать за этот божественный напиток, за этот кисель. Я хочу всех пригласить. Всех на... Алло. Да, мы вас слышим. Говорите, говорите. Светлана Николаевна, говорите. Я хочу пригласить всех на фестиваль, первый районный фестиваль «Льняная карусель», который пройдет у нас 30 сентября в 12 часов. Всех ждем с хорошим настроением. Им всем будут подарки. И творческие подарки, и подарки таких мастеров-умелец, которые есть у нас на нашей кармянщине. Вот хочется сейчас сказать спасибо, ура, и громко-громко зааплодировать. Татьяна, несколько слов. Сколько тысяч лет этим рецептам? Эти много тысяч лет, еще, наверное, до нас они изготавливались, потому что у нас на кармянщине еще есть вкусненькое блюдо, тыквенные булочки изо льна, которые называются «Радужные». Приезжайте к нам на фестиваль и попробуйте. Отлично. Расскажите, вот я не устоял, я выпил целую чашку. Что сейчас произойдет с моим организмом? Ничего, очищение. Как ничего? Оздоровление. Я думал, он со всех сторон полезен. Это сердцепитательный кишель. О пользе, о пользе расскажите. О пользе, мало что в этом лен полезен тем, что там содержатся полинасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6, омега-9, селен, разные витаминчики, ну все там, и витаминчики группы В. Вы сказали наши предки о том, что же употребляют внутрь. Саша, в общем, будешь здоров. Хорошо, что ты записываешь. Совершенно верно. И тому же желаю всем нашим зрителям. Пейте кисель из льняного семени. Кисель. И печенюшки изо льна. Печенюшки изо льна. Их мы обязательно попробуем. Если позвольте, мы за рамками эфира просто этой вкуснотой я не могу есть или один, хотя мог бы с пользой служебным положением, а так я поделюсь со всей съемочной группой. Ну что ж. Итак, друзья, вы сегодня нам всем доказали, что традиции, заложенные где-то много веков назад, никуда от нас не ушли, а продолжают только развиваться и дарить радость и нам, и гостям нашего региона. И просто замечательно, я считаю, что именно на вашей кармянской земле вы решили возродить такую традицию проведения праздника белорусского льна. Я думаю, что через мгновение буквально у нас с вами появится возможность получить официальное приглашение и поблагодарить наших кармянских гостей за этот визит на программу «Добрый вечер». Не переключайтесь. Итак, друзья, продолжаем наш прямой эфир. Программа «Добрый вечер», Гомель, спасибо за ваши телефонные звонки. Все-таки приятно, что активизировались наши зрители. Какие же народные традиции и праздники существуют в вашей семье? Делитесь вашим опытом и рассказывайте о ваших семейных традициях. Ну а мы продолжаем. А мы хотим попросить вас, дорогие гости нашей из Кормы, расскажите в двух словах буквально о празднике, и у вас есть уникальная возможность еще раз пригласить к себе гостей. Екатерина Николаевна. Значит, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех, всех гомельчан, всех гостей, чтобы побывали у нас на празднике, посмотрели, как мы будем рады всем вам видеть всех вас там на празднике. Вас действительно ожидают много подарков, сувениров, много музыки, песни, танцев наших обрядовых. Поэтому приезжайте, мы будем вам рады. Знаете, мы все увидели эту красоту, с вами пообщались, такие замечательные, улыбающиеся, отзывчивые люди, что вот просто действительно хочется побывать и еще раз продолжить наши общения. Ну и еще там будут не только разные сувениры, но еще будут вкусные блюда и подворья, тоже с едой. Это очень красиво. Кизальна. Жители Кормы активно готовятся к встрече гостей, задействованы все организации района. Для того, чтобы мероприятие состоялось и было ярким и интересным, работают местные инициативы, осуществляемые в проекте Европейского Союза и программа развития ООН, содействия развитию на местном уровне в Республике Беларусь. Благодаря финансовой поддержке Европейского Союза в Корме был открыт Центр ресурсной помощи, фестивали, а также открыта новая сценическая площадка, на которой, к слову, и пройдет наша дефиле. Так что, милости просим, приезжайте и посмотрите на все своими глазами. Ох, вы знаете, готовьтесь к тому, чтобы угощений и такого дивного киселя и ватрушек хватило на всех. Хватило на всех. Я думаю, водорожка уже постелена. После такого приглашения аншлаг вам обеспечен в вашем празднике. А мы будем двигаться дальше по сценарию нашего доброго вечера. Светлана, вам слово. Да, традиции нашей прекрасной гомельщины. Какие они сегодня, мы, в общем-то, убедились в том, что они очень яркие, запоминающиеся. А еще они, ну, очень вкусные. И тот кисель, который я продегустировала, это было всего лишь начало, но об этом и даже чуть больше расскажут наши следующие гости. Традиции и праздники, которые есть у нас в семьях и которые передаются из поколения в поколение. Тема, на которую мы рассуждаем сегодня этим добрым вечером. Ну, а у нас традиция обращаться к сообщениям, которые вы оставляете в вашем вайбере. Светлана. Пожалуйста, Александр. Тебе же интересно, что пишут наши зрители. В нашей семье традиция, внимание, из четверга делать маленькую пятницу. По-моему, замечательная традиция. Хотя я слышал совершенствованную версию такой традиции, ну да ладно. Еще одно сообщение. Когда родилась наша двойня, у нас стала традиция приезжать к родителям чаще. По-моему, тоже замечательная традиция. И родителям хорошо, и молодым родителям хорошо. Все сообщения, которые поступают к нам в вайбере, если вдруг что-то я пропустил. Вот еще одно сообщение. У нас традиция за ужином собираться всей семьей. Моя молодая семья переняла эту традицию. Днем работа, дела, вечером все садятся за стол. Общаемся, смотрим друг на друга. Радуемся, есть и другие, но не хочу вас утомлять. Анастасия. Итак, целое письмо, послание Анастасии написали. Спасибо. У нас в семье есть куклы-обереги, у всей семьи своя. Это сообщение нам пришло от Ирины. И вот еще одно послание. Прекрасные куклы. А где их можно приобрести? Спрашивает Виктория. Об этом, Виктория, мы поговорим, но немножко позже, в завершении программы. Я вам обещаю, на ваш вопрос тоже ответим. Но я предлагаю встречать наших следующих гостей. Да, с огромным удовольствием. Итак, мы говорить будем о традиции. Существует огромное количество традиций. И, как мы уже упоминали, традиции бывают и кулинарные в том числе. В том числе, да. Потому что много всяких и народных мудростей, и поговорок есть на тему того, что человек должен быть обязательно сыт и доволен. Вот одна из них, человек голодный, ни на что не голодный. Ну, я думаю, более подробно об этих традициях не только расскажут, но и познакомят с одним из шедевров нашей национальной белорусской кухни, и гомельской в частности. Это наши следующие гости. Марина Тимошенко и Светлана Голубева. Преподаватели специальных дисциплин Гомельского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии. Здравствуйте. Это мне все. Здравствуйте, Александр. Вы не скромны. Поставьте на стол. Послушайте, можно я уйду со студии? У меня есть чем заняться. Через 10 минут, Александр. Отлично, не отпустила. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Рады снова вас видеть у нас в программе этим добрым вечером. Ну и, наверное, по традиции разрешите вас поздравить с предстоящим вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. У нас, так сказать, получились сегодня гости. Прямо все, у всех профессиональный праздник. Совершенно верно. Вот из этого можно сделать вывод, что традиции хранят, приумножают и передают из поколения в поколение. Кто? Учителя. Итак, ну, хочется сразу с вопроса начать. Так что же вы презентуете на этот раз в студии? Доброго вечера. Рассказывайте, что за блюдо сегодня у нас представлено. Сегодня мы будем не только презентовать, но и угощать вас блюдом, которое называется хворост. Это мое любимое детство в блюде. Сладкий хворост. Ну, у вас он был сладкий, а мы представляем картофельный хворост. У вас картофельный? То есть хворост тоже имеет свои разновидности? Если честно, вот до этого момента я тоже был уверен, что хворост это исключительно сладкое блюдо, десерт, чаем, кофе с компотом, ну, или с киселем. Хворост, он вообще заимствован из Греции, еще с 15 века. И там готовили его из пресного крутого теста, просто полосочки, жарили в большом количестве масла, он свертывался, и это называлось хворост печенья. Дальше в Украине, в России хворост делают с добавлением дрожжей, а у нас вот национальное блюдо на основе картофельной массы отварной. Картофельный хворост может приготовить любая домохозяйка на своей домашней кухне. Да прям таки любая. Конечно, абсолютно. Сегодня готовили наш учащийся данное блюдо. И компоненты, входящие в состав этого блюда, они совсем не сложные. Это картофель, мука и яйца сырые. Хорошо, давайте сделаем следующим образом. Вы рассказываете рецепт приготовления. И, кстати, одну заметочку хочу отметить, что все-таки считается, что лучшие повара это мужчины, поэтому мне тоже интересно. А я пока буду пробовать. Нет, хорошо. Лучшие повара мужчины, но они вот дегустаторы первые. Сырой очищенный картофель. Рекомендую. Я после, наверное, ставлю мужчины. Я рассказываю. Сырой очищенный картофель отваривают в подсоленной воде. Затем воду полностью сливают. Картофель подсушивают. Затем картофель протирают в горячем состоянии. Картофель охлаждают. Затем добавляют муку, сырые яйца. Массу хорошо вымешивают. Затем ее раскатывают в тонкий пласт толщиной не более 0,5 сантиметров. И нарезают на небольшие ромбы, которым придают соответствующую форму и обжаривают во фритюре. Вопрос, который, я думаю, заинтересовал многих наших телезрительниц, которые блюдут фигуру, здоровый образ жизни. Но все-таки, если оно пришло, это блюдо к нам досталось от наших предков и является также какой-то кулинарной традицией. Как же быть хорошей фигурой, чтобы ее сохранить? Получать удовольствие. Кушать и получать удовольствие. То есть, а фигуру можно приобрести, все эти лишние калории можно выгнать где? В фитнес-клубе, правильно. Ты тоже, как не, ты, Саша, знаешь, где их выгонять. Я вот хотела бы спросить, мы много очень знаем всего о национальных кухнях. То есть, дегустировать ты не собираешься? Я собираюсь, но после, через 7 минут буквально, сколько у нас до конца. Мы очень много знаем о других национальных кухнях, других странах. А вот есть ли наша белорусская кухня, аналоги ей есть в мире где-то? Есть, конечно. Конечно, мы можем говорить о борщах. Вот у нас борщ белорусский, борщ могилевский. В России это, к примеру, борщ московский. В Украине борщ украинский. Налисники. Если у нас в Беларуси традиционное блюдо, это блинчики с творогом, они называются налистники, то в других странах это блинчики с различными видами начинок. Также печисто наше белорусское, исконное белорусское блюдо. Это запеченное мясо. Оно у нас называется печистое, а в других странах просто запекается мясо со специями. Девочкам из вашего колледжа огромный привет. И мальчикам тоже. И мальчикам от ведущих программы «Добрый вечер». Обязательно передадим. А вот много внимания в колледже уделяется именно белорусской кухне? Ну наверняка первое. Достаточно, да. Вы знаете, мы... С ребенками, с болельщиками. Очень интересно, очень. Вкусная у вас работа. И учащиеся наши принимают активное участие, им нравится. Вопрос. На засыпку? Ну, я бы продолжал и продолжал стол. У нас большой, богатый. Вечер длинный, хороший. Но, девчонки, вопрос. А на ваш взгляд, что должна уметь делать каждая белорусская хозяйка на кухне? Какое национальное блюдо, которое должно, имеет право и заслуживает, чтобы передаваться из поколения в поколение? Ну, вы знаете, безусловно, конечно, это драники. Также могу отметить картофельную бабку, колдуны, мочанка и много-много-много блюд еще можно перечислять. Это, наверное, первое, что вот заказывают в ресторанах наши гости из-за рубежа, правда? Драники. Абсолютно верно. Это да. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Эти аплодисменты вам и эти же аплодисменты всем тем, кто приложил руку и вложил душу вот в этот замечательный хворост. Вот можете мне позавидовать? Саша уже половину, да, умолол. Да ладно, две штучки только, а не половину. Я считала, не две. Гляньте-ка, она еще и считала. Ну, хорошо, половину Саши умолол, Саша на здоровье. На здоровье. Проходите, присаживайтесь в нашу диванную зону, в наше кресло. Ну, а я хочу еще прочитать несколько сообщений. Поделиться традициями, ну давай. Обязательно провожаю мужа Имашу. А, Имашу ему в окно. Пусть даже он пять раз на дню выйдет из дома. Обязательно ужинаем вместе, Ольга. Добрый вечер. Каждое лето мы едим первый арбуз всей семьей. Сообщения от Анастасии. Ну, вот, в общем-то, и все сообщения, которые удалось, которые мы успеваем прочитать к этому мгновению. Друзья, ну и вот этим... Еще же момент есть один. Да-да-да. Самое время, Виктория, вернуться к вам. И, Светлана, проходи и посмотрите, какая же кукла-оберег, какой оберег получился у нашей студии и у всех тех, кто смотрит нашу программу. Она тоже похожа? Ай, класс. Виктория, рассказывайте, кто это, как звать? Я не могла отказать ведущей. Так как она сказала, что мята, я решила для нее сделать такую куклу-оберег. Кубышка-травница тоже с мятой. Подарить ее. И посмотрите, ну, дело в том, что в рамках передачи не успеваешь все рассказать. Вот, посмотрите, это богатство она еще принесет. Чем больше грудь считалась, тем больше богатства. Посмотрите, я старалась. А я думаю, сделаю комплимент про золотой поясок. А тут, оказывается, все гораздо выше. Да, в другую фишку. Спасибо большое. Делалась без ножниц, без иголок. То есть она имеет еще большую силу, чем... Вот я где-то тоже слышал и читал, что эти куколки, они изготавливаются без, скажем так... Колющих, режущих. Колющих, режущих. Те, которые ассоциируются, ну, с какой-то агрессией и с причинением зла. Да, да. Даже на столе их не должно быть. Другое название этих кукол — рванки. Ну, вот видно, да? Ткань рвалась. Так вот, возвращаясь к вопросу от наших телезрителей, вопрос, который пришел в Вайбер, где же можно тоже стать обладателем такой вот прекрасной куклы, такого прекрасного и сувенира, и оберега, и арт-объекта. Ну, я даже не знаю, может, это реклама нашей школы будет, но вот у нас по субботам кружок и факультатив, и мы с девочками делаем такие. Я учу детей своих, они приходят с удовольствием, делают. Вот в субботу 21-я школа, столярная 20. По субботам занимаетесь? Ну, у нас факультатив, да. Ну, наверное, это реклама школы. Нет, почему? Аплодируем в средней школе номер 21 этому прекрасному месту в нашем городе, где можно стать обладателем вот такой прекрасной куклы. Вот, например, как стала моя коллега, ведущая Светлана Князева. Света, расскажи, вернее, пообещай нам рассказать, как же изменится твоя жизнь, твой быт с появлением вот такой прекрасной соседки. И вот расскажи, открой секрет, где же ты ее поселишь? Я знаю, где я ее поселю, потому что у меня одна есть уже. Кстати, знаете, где мне ее подарили? Я когда была в командировке в корме в Центре социального обслуживания, мне подарили тоже шикарную куклу-оберег, она такая в красненьком наряде, у нее еще больше богатства. Вот, кстати, да, я заметила после того, как кукла эта появилась в нашей семье, прибавление. Вот, поэтому я думаю, что где-то рядышком с ней есть у меня такая полочка с такими вот памятными сувенирами, я ее там и размещу. Ну, вообще, как бы год, это год кукла хранится, потом травка теряет свою силу. Ну, то есть запах. И дальше что с ней? Обновлять на новую. Приходите в гости. Ну, уже знаем, адрес, и имя, в общем-то, нам ничего не мешает. Я вот, знаете, что еще хотела спросить у вас, Виктория Петровна? Я все смотрю на эту куклу, которая стоит на полу всю программу. А это что у нас за красавица? Ну, я хотела, просто в рамках не расскажешь, но это интерьерная текстильная кукла, которая ненародная. У нас есть буквально несколько мгновений, позвольте, я возьму эту барышню на руки. Вот она умеет стоять, вот пока стояла у нее по двойнику, опустился на глаза немножко. Это не кукла-оберег, потому что у нее есть лицо. Не оберег, это у нее, да. Это сувенирная текстильная, интерьерная кукла, которая украшает интерьер. Ну, судя по выражению лица, я бы даже сказал, что это девушка с характером. Такие боты у нее модные, это тоже у вас делали? Да. Да. Красиво. В общем-то, не только обереги вы делаете. Ну, да, мы много делаем. Ох, все бы хорошо, но программа катастрофически подходит к своему завершению. Приходится подводить некий итог. Например, я для себя выяснил одну простую вещь, что традиции наши национальные белорусские, гомельские, армянские сохраняются и передаются из поколения в поколение. Это подтвердили и ваши смс-сообщения, это подтвердили и телефонные звонки, это подтвердили и все наши замечательные гости, которые приняли участие в нашей программе. Я думаю, что на этом разговор не будет закончен, потому что через какое-то время продолжение будет следовать. Вопросов еще осталось очень много, это и подтвердили ваши сообщения с вопросами нашим гостям. А мне, ты знаешь, Саша, еще хочется завершения программы, раз еще буквально несколько дней есть, но тем не менее хочется уже сказать пару слов, поскольку у нас сегодня гости все педагоги практически. Я хочу поздравить всех наших педагогов, всех, кто имеет отношение к учительскому труду с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, хороших учеников, терпения вам всем, дорогие, и всего самого-самого хорошего. Будьте счастливы и здоровы. Друзья, мы благодарим всех участников нашей программы за этот прекрасный добрый вечер, было интересно, познавательно, и я уверен, что будет интересно еще ни один, ни один вечер, потому что завтра нас с вами ожидает новый вечер, и, безусловно, он тоже будет добрым. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель». Ищите нас в социальных сетях. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»